Эффектная борьба о старт игры. Радость победы и горечь поражения. Это то, чего ожидают зрители и участники сегодняшнего матча. С первых секунд игры команда из Десногорска взяла инициативу на себя. Четкие передачи, точные броски и подликование болельщиков счет открыл Даниил Томиловский под номером 13. В ответ на это команда соперника выглядела невозмутимо и собрано, продолжая размеренную игру. Энергия, экспрессия и мастерство десногорской команды, казалось, обеспечат и дальнейшее ее доминирование над командой из Твери. Первый тайм остался за командой «Динамо Росэнергатом». Довольно неплохая игра, завязалась такая борьба. Я думаю, наши ребята победят. Игра хорошая, трехочковые есть, занки есть, мне все нравится. Игра такая динамичная получается, очень зрелищная. Далее развить успех хозяевам становилось сложнее. Команда из Твери без лишней агрессии, но с уверенным упорством начала проявлять инициативу во владении мечом и в точности бросков. Болельщики не скрывали своего напряжения, но надежды не теряли. Если говорить о команде Десногорска, выглядит они немножко устало, усталыми. Но игра интересная, я думаю, что как обычно все решится где-то в последней четверти. Последующая игра принесла команде из Десногорска радость участия, но не радость победы. Фаворитом второго, третьего и четвертого тайма становится команда гостей. Несмотря на усилия хозяев матча, победу в игре одерживает команда баскетбольного клуба «Тверь» со счетом 98-79. Лучшими игроками первой встречи признаны номер 17 Андрей Матвеев, Динамо Росэнергоатом, и номер 22 Павел Хребтов, команда «Тверь». Итог второй встречи 23 декабря также неутешителен для команды из Десногорска. Победа соперника со счетом 85-65. Лучшими игроками второй встречи названы номер 8 Игорь Гладышев, Динамо Росэнергоатом, и номер 3 Егор Рожков, команда «Тверь». Своими впечатлениями от игры делятся представители обеих команд. Для нас игра оказалась очень серьезной, новой для нас соперник. Так как у нас команда основных игроков заболела, мы приехали сюда другим составом, более молодым. Игра в целом неплохая, не смогли распределиться на всю дистанцию. Получился спад в конце третьей, а потом немного физически просели, и за счет этого получили разницу порядка 10 очков, а потом тяжело выкарабкиваться. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Десна ТВ.